Приветствую вас на моем очередном обзоре каталога номер 13, мой заказик. И я знаю, что вы очень долго его ждали, просили, даже писали комментарии. Ирина, что такое? Каталог уже скоро заканчивается, твоего обзора почему-то до сих пор еще нет. Кто-то даже спрашивал, кто-то прям ругался, почему его нету. А все потому, что у нас была конференция на Пальма до Майорка. И только сейчас, когда я приехала, я получила свой заказик. И не хотела вообще даже не записывать это видео, потому что реально нет времени, потому что на любой обзор мне требуется 3 дня. Первый день – это непосредственно подготовка, это съемка, макияж, мне надо проработать видео. Второй день – это монтаж, склейка видео, которая занимает еще больше времени. Не третий день я либо ночью уже, либо с утра я начинаю публиковать хэштеги, теги, сохранение. Потому что склейка видео, сохранение, вот даже всего, это около 2-3 часов занимает, как понимаете. Но это не основная моя деятельность, потому что я топ-лидер компании. И моя задача – изменять жизнь людей. Да, это какое-то первое, это самое легкое, это внешне, когда вы накрасились, и все в вашей жизни прекрасно. Вы такая красивая, роскошная девушка. Но для меня самое главное, чтобы вы менялись еще духовно, меняли свою жизнь. Вы начали достойно зарабатывать, ни в чем себе не отказывать. Чем больше у вас доходов, тем больше вы всяких суперсредств, гаджетов можете себе позволить. И вы становитесь роскошной, ухоженной женщиной. Вы держите себя в форме. Чем больше вы зарабатываете, тем больше вы можете позволить всяких вот нарядов, платьишек, украшений. Вы можете позволить уже какие-то покупки для семьи и так далее. И моя задача, прежде всего, научить зарабатывать деньги. И это моя фокусная задача. Поэтому я даже в этот раз вообще не хотела снимать видеообзор. Говорю, ну ладно, ничего страшного, все обойдутся. Но было столько написано, много комментариев, что вы хотите. И я благодарю вас за вашу поддержку. Вот. Итак, вступительная нота закончилась. У нас новый, по-моему, 13-й каталог. В общем, вот такая вот обложечка. И что? Первое, что мы начинаем этот каталог, это с новой пудровой тональной основой. Скажу сразу, что вы можете как влюбиться в нее, так и сказать, что фу, какашечка, и вообще непонятно что. Она у меня, видите, уже такая вот заюзанная. Почему? И я ее купила вот такой новый, новый оттенок. Это с теплым подтоном, холодный подтон, но более темная гамма. Сейчас этот оттенок на мне. И самое главное, самое главное, ее научиться нужно втушевывать. Плюсы этой тональной основы, то, что она трансформируется и делает кожу матовой, такая вот пудровая эффект, не требует припудривания. И на конференции именно ей я пользовалась, то есть я убрала все тональные основы, ее я взяла вот просто, я поняла, как ее нужно втушевывать. Нужно потихонечку брать влажный спонжик и прям влажным спонжиком по чуть-чуть, по чуть-чуть наносить слой за слоем. То есть не сразу все нанести на лицо, а тушевать. Она бомбическая, она классная. И Катя Филиппова тоже, старший золотой директор мой, она тоже убрала свою тональную основу и пользовалась только ей, мы ее раскусили. Нужно понять, как она работает. То есть первый раз, второй, третий, она вам не зайдет 100%, вы скажете, блин, что-то как-то не то. А потом потихонечку, во-первых, сколько ее нужно носить, как, то есть пробуйте, посмотрите под базу и так далее. Когда вы поймете, как она работает, я думаю, что у многих она станет любимкой и фаворитом. Поэтому мое мнение, я неоднозначно вам ее рекомендую, только из-за того, что вы сможете в ней не разобраться и она у вас подчеркнет поры. Но если вы будете именно в тушевой, тушевой, понимаете, она должна распределиться и быть пудровой. Тогда, тогда это фаворит и это реально лакшери косметика. Теплый и холодный потон. Давайте посмотрим. Слоновая кость, естественный бежевый с холодным потоном. Посмотрите, насколько она густая, она реально стоит. И если мы проведем пальчиком, так, получим вот таких два своча. Естественно, при растушевке они, они вот входят, они сравниваются с лицом. При растушевке, естественно, все прекрасно, они втушевываются. Это толстый слой. Мне понравилось. Главное ее вбивать, потому что она потихонечку начинает превращаться в мусс. Если вы не разогрели, ее не втушевали, все, прикоснулись рукой, прикоснулись спонжиком и она, она начинает превращаться в пудру, в пудру. И посмотрите, вуаля, и все прекрасно, все прекрасно. Мы чуть только не подобрали правильный оттенок, то если светловатый на коже, он может подчеркнуть наоборот ваши морщиночки и будет совершенно не то. Видите, морщиночки подчеркивает. А если вы правильно подобрали, то нет. А давайте попробуем ее втушевать пальчиками, вот прям очень хорошо, вот так, и вбить. И все. И тогда морщинки, они не так подчеркнуты, то есть она потом сравнивается. То есть ее нужно подогреть, да, видите. То есть она может как подчеркнуть ваши морщинки, вы скажете, это фигня. И в то же время, если ее вбить, да, а если вы берете еще с влажный спонжик, давайте я вам покажу, вот, втушевали. Все, все, она сравнялась. И если у вас есть где-то морщинки, то они не видны. Если вы не растушевали, вы подчеркнули морщины. Вот, но здесь смотрите, все, оттенок лег прекрасно, и это мой тон. К сожалению, я не заказала еще в прошлом каталоге спонж, а лучше всего иметь про запас, когда вы пользуетесь таким, чтобы раз в месяц спонж нужно менять. Потому что каждый раз, нанеся тональную основу, она, здесь появляются микробы, то есть, когда перед применением, вы всегда хорошо моете спонж обычным очищающим средством. И я наношу на спонж, непосредственно снизу начинаю пластично вбивать. Эта тональная основа наносится чуть дольше, чем обычная, за счет того, что вы ее втушевываете, но лежит она прекрасно, великолепно. И я заметила, что она не требует припудриваний. Я меньше пользуюсь матирующими салфетками. Так как она плотная, у нее хорошая степень покрытия. То есть, мне она понравилась, и на данный момент это мой фаворит. И наш раздел, наш раздел, который начинает именно пудровая тональная основа, это вы можете собрать лакшери косметичку по реально бюджетным ценам. Ну, что идет, нам предлагается новиночка, кремовая помада, о ней я рассказывала в прошлом каталоге. Потрясающий шикарный футляр, а закрытие вообще это просто, это просто наслаждение. У меня есть все оттеночки карандашей. И очень удобно, что здесь есть кисточка, где-то надо подкрасить, подтушевать. Хотя, хотя, в последнее время почему-то я карандашами перестала пользоваться. Ну, как-то так. Это мои любимые карандаши. Безумно-безумно люблю. Коричневый уже в этот раз тоже. Сейчас закажу. Нет. А вот не буду я его заказывать. Пускай еще чуть-чуть, вот вообще каратышечка будет закончиться. Мой любимый черный оттенок, он такой угольно-черный, держится прекрасно. И внутри слизистый. У меня невероятно чувствительные глаза. Какой-то кондиционер, ветер, неважно, все сразу слезятся. И эти карандаши для моих чувствительнейших глаз, особенно вот внутри, прокрашиваю просто-просто великолепно. Их однозначно рекомендую. Еще в следующем каталоге у нас появится вот такая новиночка из премиального сегмента. Джордани шариковые. А это немножко другие шариковые румяна. Оттеночки те же. Оттеночки те же. Все. Но давайте сравним с оттеночками прошлых. Вот видите, чуть-чуть. Хотя нет, мне кажется, то же самое. Просто переупаковали. Просто переупаковали. И да, да, да. Это, знаете, на тот случай, когда вы хотите, чтобы ваша кожа выглядела роскошно, но в то же время у вас нет времени. Бабах, нанесли тональную основу. Нет времени на тональную основу, обязательно нанесли корректор. Тут же чух-чух-чух, румяшечками подтушевали. Все. Обязательно тональную основу нужно всегда наносить румяшечки. И все. Вы прекрасны. Губки. И побежали по своим делам. То есть освежаю. Видите? То есть можно двумя способами. Вот двумя способами. Вот либо наносите сразу и получится насыщенно, да. Либо вы разделяете и делаете по зонам. Следний штрих, конечно же, это хайлайтер. Эта палетка сейчас со скидкой. Я ее специально не брала. Думаю, что когда будет следующая скидочка, хайлайтер у меня как раз будет уже дотерт. И я ее успешно приобрету. Вообще совсем по-другому смотрится макияж. Шарики сформированы вручную. Опытом итальянскими мастерами. Это флагманский такой продукт, который, не знаю, уже больше 15 лет, 18 лет в компании. Я помню, когда они только, ну как бы первый раз попробовала. Помню, они безумно были дорогие. Я столько наслаждалась. Потому что вот, ну круче них, румян, ничего вообще не было. Да, и такие оттенки. Я все-таки попробую разобрать по гаммам. Девочки, которые спешат, конечно, так бах-бах-бах и нанес на щечки. Все прекрасно в вашей жизни. Да, а я же люблю все-таки зонировать по зонам. Каждая зона у меня определенный оттенок. Да, поэтому мне нужно играться так. Компания делает все, чтобы простить вам жизнь. То есть быстренько тональный крем, бах-бах, быстренько румяшки. И все побежали, да, по своим делам, на работу. Если мы говорим уже о новиночках следующего каталога, то у меня здесь пробнички. И следующая страничка у нас новиночки. Во-первых, вот эта вот помада, она меня просто покорила. Называется кремовая помада One Color. Безумно-безумно ее люблю. И вот рука последние месяцы тянулась именно к ней. Сейчас у нас выйдет матовая помада. Приобрела все оттеночки, все пробники. Но понимаете, вы получаете все пробники по цене одной помады. И у вас каждый интерес, яркие, интересные образы. Экспериментируйте с вашими вещами. Гардеробы холодные, теплая гамма. Миксуйте, будьте яркие, красивы. Всегда-всегда рекомендую брать пробники. И вы поймете, одни оттенки у вас останутся в качестве пробников. И вы будете докупать, да. Вот когда, например, вы не часто краситесь яркими помадами. А есть базовые и нюдовые помады, которым вообще вам комфортно вылить и совершенство. Хотя, девочки, ну 129 рублей, я не думаю, что это настолько дорого, чтобы себя баловать. Потому что каждый раз, одевая новую помаду, вы примеряете совершенно новый образ. Потому что, вот, например, сейчас вы когда-нибудь видели меня с оранжевой помадой? Да нет, да никогда в жизни я ее не носила. А сейчас такой в Вене интересная тенденция осень. И это тренд, который сейчас погласил всей соцсети. И сейчас выходят палетки известных брендов Калика Ташьян. Вот все-все-все-все. Именно вот в оранжевый потон, витрины такие в оранжевых потонах. Это тренд. Поэтому, девочки, можно использовать. И как раз вот эта вот помада, она показана, да, вот она у меня сейчас на губах. Как вам? Я вообще рекомендую всегда, когда появляется новая помада, нужно брать пробники, чтобы протестировать разные оттеночки. Посмотреть, как они будут смотреться. Я не хочу сейчас вам показывать все пробнички. Я, наверное, отдельно создам видео. А сейчас меня интересует помада с оранжевым потоном. Вот мне прям хотелось. Буквально нанесу и посмотрю. Все остальное ждите обзор в следующем каталоге. Попробовала 4 оттеночка. Меня прям очень интересует. И интриговал именно оранжевый. Потому что, как я вам говорила, оранжевый макияж сейчас в моде. Его вам показывала. Остенок, база, которого я вам обязательно рекомендую в этом каталоге. Посмотреть базу. Она классно лежит. И на нее тушуются прекрасно все тени. У меня сегодня новый макияж. Экспериментирую, как всегда. Нежно-лиловый. И в отличие от той помады, я не знаю, может быть, пробники будут чуть отличаться от оригинала. Но она без запаха. Вообще не чувствую запаха. Уникально. Хороший именно холодный потон. А это оттенок нюдовый беж. Ну все. Я не хотела снимать пробники. Но руки прямо тянутся, тянутся. Попробовать новые оттенки. И нюдовый беж. Он же базовый беж. Он везде. Вот этот самый-самый такой ходовой оттенок. Мне кажется, он будет самым продаваемым. Вот эти пробники, которыми я красилась, обязательно попробуйте. Потому что, вне зависимости от того, какой у вас макияж. Нюш, нюдовый, бежевый, такой светло-лиловый. Они всегда будут актуальны. А этот оттенок, оранжевый закат, я очень-очень хотела попробовать. Потому что у меня было платье на приветственной вечеринке с красно-оранжевыми цветами. Уже купила себе оранжевое пальто. То есть вот сочетание черного с красным. То есть у меня по черное будет платье, оранжевое пальто. Немножко приглушенного потона. То есть вот оранжевый сейчас тренд-тренд идет. Я вам еще раз рекомендую вот такие вот оранжевые тени. Как потом дальше вы тушуете коричневую какую-то гамму. Сейчас, может быть, под этот образ не совсем подходит. Хотя у меня золотистые тени. Ну, в общем, как-то так. Хотела себе. То есть вот такие вот оттенки, они... Их не надо на каждый день ни в коем случае. И оранжевое с ними больше поаккуратнее. Потому что не всем оранжевые тона идут. Но когда вы что-то делаете, хотите сделать акцент, то вот как, например, я, да, хочу сделать такое вот с оранжевым. Что-то поэкспериментировать, поиграть, добавить яркой осени. И при заказе любого продукта с этих страничек вы получаете, скажем, легендарную нашу тушь. Она силиконовая щеточка. Всего за 249 рублей. Я не знаю, сколько штук этих у меня уже щеточек, кисточек было. Одна из любимейших. И мне, знаете, нравится вот такими щеточками прокрашивать. Особенно нижние реснички. Они у меня коротюсенькие. Хотя моя самая любимая тушь именно с пушистой, четочкой Джордани. Вообще вся линейка премиального сегмента Джордани, она роскошная, она достойная. Поэтому обязательно посмотрите по ценам первой странички и соберите свою лакшери косметичку. Дальше у нас идет раздел ароматов. И сразу открываю на разделе Дивайн. Девушка мне в комментариях к прошлому видео написала, Ирина, пожалуйста, закажите мне Дивайн. И я ей написала, и она пропала. Поэтому смотрите, какие прекрасные цены. Не прошлого каталога, а именно этого. Туалетная вода 1249 рублей стоит. Это один из самых продаваемых ароматов. Аромат орхидеи. Воздушный, цветочный. Я хотела показать вам новиночку следующего каталога. Он называется «Магнетиста». Презентовали ее на Пальма до Майорка. И впервые научно доказано, что магнетиста усиливает твою привлекательность. Проходили клинические исследования. Там добавлен особый какой-то компонент, какая-то вот там перчиночка такая, что просто она вызывает бешеное чувство. Научно доказано, что усиливает мозговую активность, движение глаз и повышает уровень чувств, эмоций. Это восточный, чувственный, теплый, согревающий аромат. В то же время там вот есть... Вот почему-то сейчас мне почудилась там вишенка. Вишенка. В чем же секрет этого аромата? Центральный кредиент этого аромата – это необычный, роскошный цветок пассифлора. Содержит флавоноид хризин, стимулирующий чувство и повышенное количество тестостерона у мужчин. Во время тестирования изменялась мозговая активность, движение глаз, уровень эмоций. Исследования показывали ярко выраженную, положительную реакцию на аромат у мужчин. Вот такой необычный аромат. Основные компоненты – это черная смородина, пассифлора и сандал. То есть вы понимаете, что это такой вот шлейфовый, восточный аромат. Это аромат как раз-таки аромат осени, когда он должен согревать, будет подчеркивать ваш образ, стиль. В этом каталоге уже сейчас приобретайте пробник, чтобы понять, насколько подходит вам этот аромат. А хотели бы вы салонный уход, не выходя из дома? Причем я собрала вам уходовую косметичку. Давайте первую лакшери косметичка, сейчас уходовая косметичка. Она стоит около 8 тысяч рублей, но вы ее приобретете со скидкой, со всеми акциями и с нашей 20% скидкой консультанта за 3 тысячи с копейками. Причем это вам сократит множество салонных процедур. Например, вот такой аппарат SkinPro, его безумно люблю, и вы еще нам подарили его в Токио. Я посчитала, его используя около 200 процедур, я сделала. Через 600 вибраций в минуту он буквально выбивает ваши старые клеточки. Им не надо вот так вдавливать, тереть и мыть. Просто дотронулись, и идет полировочка. Полировочка, и все ваши мертвые клеточки вычищаются, используются с обычным очищающим средством. Я чувствую реальный дискомфорт. Если я буквально неделю не использовала его, если я езжу на конференции, я просто чувствую, какая у меня грязная кожа. И поэтому, когда меня спрашивают, а ой, черные точки, а что же ты делаешь, как ты ухаживаешь, какие ты в салон ходишь? Да не хожу я в салон. Реально, я не хожу, ничего не делаю, черные точки не чищу. Я просто пользуюсь именно вот этим аппаратом. И это, если у вас есть какой-то другой аппарат, до этого был в Reflame, который вот так, щёточка, двигается, это совершенно не тот. Это по 10-бальной шкале, как вот это 10, а там, ну, примерно, ну, двоечка. Ну, так себе. Вот. Этот аппарат вы можете сейчас приобрести. Он стоит около 4, а вы можете за 2,199, при условии, что вы сделаете заказ из этого каталога на 500 рублей. То есть, я считаю, что это будет просто преступлением, и это аппарат, и это заказ этого каталога, дай бог, чтобы эти аппараты ещё остались на складе, потому что в каждом заказе должен быть вот такой аппарат. Если его нет, то вообще можете не смотреть это видео, просто заказывать, и всё, да, если вы ограничены посредством. Второй момент. Вы можете получить вот эту бомбическую, супер-пупер, мега-крутейшую маску для лица всего лишь за 499 рублей. И так она стоит 1600. Но акция при условии, если у вас будет на вейдж, вот из разворота заказ на 4000, и как раз-таки вот у нас пошёл аппарат 2200, вот, плюс я вам рекомендую взять обязательно вот такую ухаживающую салонную процедуру. Это кислотный пилинг, вам его хватит ровно на месяц. Это 4 процедуры в 2 этапа. Как им пользоваться подробнее, почитайте. У меня даже есть, по-моему, видео снятое. Он нужен, нужен привести вашу кожу после лета. Если у вас пигментация, ну вот она будет говорить вам спасибо. Кислотный пилинг forever. Далее. Это, конечно же, сыворотка на вейдж. Это супер-пупер бомбический продукт. Также буду ещё раз восхищаться им. Использовать его нужно 2 раза в день. Вместо тоника можете протирать тамбончиком, спонжиком. Но я люблю его вбивать и делать массаж. Неоднократно говорила, но фишка какая ещё. Я рекомендую вам также приобрести масочки. Вот такие тканевые масочки, 199 рублей, и там 15 штук. Что вы делаете? Вы берёте, открываете эту крышечку, сюда входит как раз-таки вот эта масочка. Вот прям идеально сюда входит. Туда наливаете эссенцию и наносите как обычную тканевую масочку. У меня мама, у меня мама говорит, что для неё, что вот эта тканевая маска, да, вот отдельных рефилах, что вот она использует обычную сыворотку. Точнее, это тоник на вейдж. Она получает, говорит, я чувствую прям кожу другая. Она увлажнена, она просто, она в себя вбирает. Очень крутые масочки. Рекомендую. Вот у меня мама уже использовала эти масочки. Говорит опять, я забыла, я забыла. Я заказ делала в Пальме-де-Майорке, маленький телефон, и я хотела ей заказать. У меня мама сейчас опять будет ругаться, говорит, скажет, где, где, где мои масочки. Получается 4 средства. Раз, два, три, четыре, плюс маски. Вам обойдутся, ну, 3 с копеечками, 3 с чем-то. Я что-то считала уже сейчас, не помню. Вы посмотрите. Но обязательно, 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 обязательно рекомендую это все заказать. И, кстати, с 50% скидкой я взяла себе ночной крем на вейдж. И так потихоньку по премьер-клубу я собираю каждый каталог, какое-то средство, чтобы собрать целиком всю серию. Хотя, честно сказать, сыворотка из этой серии я уже давно пользуюсь. А еще у нас будет вот такая интересная новиночка в следующем каталоге серии Раэль Вельвет. И, причем, если раньше писали, что это серия для сухой кожи, то сейчас это серия для любого типа. И вот это средство ограниченного действия – это крем-увлажнитель. Это разглаживающий бальзам для лица 3 в 1. Очень интересно. Во-первых, он идет как просто дневной крем, который именно как максимальное увлажнение идет. Во-вторых, это идет как база под макияж. И, в-третьих, если вы наносите 2-3 раза в неделю плотным слоем на 10-15 минут, а потом промакиваете салфеточкой и убираете. Вот такое чудо нас ждет в следующем каталоге. Я его сейчас использовала как базу под макияж, под пудровую тональную основу. Буду смотреть, как он работает и как он увлажняет. Основной компонент – эликсир черного ириса. Давайте будем пробовать новиночку в следующем каталоге. И обязательно также напишите отзывы, как вам. Ну и следующая моя покупочка – сразу 3 спрея. Муж их оценил, сказал, что есть там 2, заказываю именно этот. И сказал заказать сразу 3 штуки про запас, чтобы всегда у него были. Для него это просто находочка. Я думаю, что вам, вашим мужчинам, тоже понравилось. Листая дальше странички, мы переходим к разделу здоровья. И мой заказ, прежде всего, омега для дочери. Ровно на месте ей хватает, ну по 2, по 2 дает витаминки. Так, по идее, деткам где-то около 4 нужно. Но я говорю по 2. Почему? Потому что она отекает гораздо больше. И ей не хватает, чем меньше, чем на 21 день. Она просто их убегает. Далее, у меня связана интересная история с морским кальцием. Я не знаю, выложили её в YouTube, но в Инстаграме точно есть. Я рассказывала о том, как получила травму на тренировке. Я растянула мышцу. Точнее, немножечко надорвала мышцу, садясь на шпагат. Меня тренер нагибал, нагибал, нагибал. То есть растяжку делал, и у меня бах, и как бы лопнуло, как струнка. Что самое интересное, у меня есть предложение Пикук, где я взвешиваюсь, и у меня прям показатели были. И в этот день у меня было написано, что осторожно, и как раз-таки мне не хватает мышечной массы. Я отдельное видео посмотрите, там по показателям. И я посмотрела, когда я начала принимать удвоенную норму кальция. Во-первых, у меня быстро очень зажили мышцы, и, честно говоря, я скакала на конференции, как будто у меня ничего и не было. Да, чуть-чуть больно было, но, господи, там так было весело, там так было круто. И вот я поняла, ещё раз о себе осознала, я двойную норму ПК пила через день, так же, как кальция, двойную норму. Ещё один момент. Если вы принимаете wellness pack, то его, например, принимаете в обед, то утром, вечером кальций. То есть вместе в один приём совмещать не надо, потому что здесь кальций тоже есть. А здесь мы добавляем кальций как раз-таки те, кто занимается спортом. Но вообще, почитайте о морском кальции, я думаю, информации сейчас было много его, поэтому рекомендую. Ну и как у меня в наборе идёт вместе с коктейльчиком, да, идёт подписочка в Wellness Life Plus. А ещё, а ещё нам презентовали новиночку, называется Aqua Glow. Это в упаковке в 15 саше. Вот так выглядит. Что нужно делать? В стакан 200 миллилитров вы высыпаете Aqua Glow, порошочек, и получаете такой вот напиток типа Юпи, витаминчик С. И, кстати, да, там он богат витамином С, В3 и брусника. Брусника. Что делает Aqua Glow? Aqua Glow – это максимально увлажняет и сохраняет уровень увлажнённости вашей кожи. Принимать его нужно курсом, хотя руководство нам говорило, что кто-то его применяет на постоянку, ну это понятно в зависимости от бюджета, но если вы хотите подготовиться к какому-то мега мероприятию, да, там какой-то праздник, дне рождения, какая-то поездочка, то вы две недели применяете Aqua Glow каждый день. У меня упаковочка новенькая, я прямо сейчас её открыла, и я хочу сделать фото до, нам руководство сказало, сделайте фотографию до вашей кожи, и потом после приёма целой упаковки, каждый день подряд, посмотрите, насколько улучшилась, увлажнилась ваша кожа. Поэтому я специально приехала домой, я попробовала только там на конференции на Пальме, Aqua Glow, и сейчас в спокойной обстановке хочу сделать. А, наверное, опять не получится у нас 5 октября, мы дальше поедем, у нас поездка в Питер, мероприятия, банкет директоров, ну вот такая у нас яркая жизнь. Я ещё-ещё раз говорю вам, приходите к нам в Арифлей, меняйтесь, а я помогу вам изменить свою жизнь. Девочки, а как давно вы в последний раз были в спа-салоне? Устраивали себе спа-вечеринку, массаж? Ну, думаю, не часто, правда же? У нас вечно не хватает времени, даже если были бы денежки, и как-то мы всё пытаемся сэкономить. Но хочется-хочется себя побаловать, и я помню тот момент, когда мы летели с Пальмы, и вместе с Антальей Гришаевой мы начали обсуждать что-то, каталог, какие-то новиночки, обзор продукции. Я говорю, блин, ну не хочу я снимать видеообзор, уже всё, тут уже конец каталога. Она говорит, Ирин, ну ты, говорит, его сократили, во-первых, а во-вторых, ну расскажи о спа. И она настолько вкусно мне рассказала. Помба этого каталога — это спа, уход не выходя из дома. Ну, во-первых, это соль. Соль у меня уже, она вторая. Победители Best of Beauty Glamour Россия. Какой потрясающий запах. Подари себе спа-блаженство на 30 минут. Скажи, чтобы тебя никто не беспокоил. Налей в ванну, пускай пока набирается водичка, возьми соль и потихонечку, потихонечку вотри её в кожу. Это ты получишь безумное приятное удовольствие, такой классный эффект. Соль одновременно масла, безумный запах. После того, как ты натрёшь, ложись в ванну. Соль, она трансформируется, и она будет одновременно тебе как соль для ванны. Масло. Масло у тебя будет ощущение, что ты как будто нанесла крем. Также я люблю, и он у меня, оказывается, уже закончился. Вот пока меня не было, у меня, во-первых, исчезли все гели для туша вкусные. Вот пенки вот эти вот закончились. И вот этот тоже у меня закончился. Надо с дочкой пообщаться по поводу того, что она с ними делает. И также, также мне очень нравится вот такое массажное масло. Когда вы можете, после того, как вы расслабились, приняли ванну, вы можете подарить приятные минуты не только себе, но и вашим близким, вашему любимому, детишкам. У меня дочка очень любит массаж. Выстраивайте себе почаще такие спа-отдых, не выходя из дома. Заканчиваю уже обзор каталога, сделала закладочку, приготовила продукты, но вспомнила, что забыла рассказать о такой вот новиночке. Это матирующие многоразовые спонжи. Вот такой вот упаковочке. Я так понимаю, знаете, это вот вместо пудры, потому что когда вы припудриваетесь, пудра у вас остается на лице. Как использовать? Промокнули, то есть излишки вы убрали. Это по идее как матирующие салфетки, да, будут действовать. Вот, и потом вы просто можете их помыть, как любой спонжик. И здесь мне нравится, что есть еще прослоечка, да. Вы можете взять и использовать еще и вторую. И самое главное, да, это то, что здесь есть, видите, вентиляция. Это означает, что вы когда спонжики помоете, они у вас не завоняют, не протухнут. Вот, и даже вот я как-то думаю, что этим спонжиком мы можем сделать наносить макияж. Тональный крем. Надо попробовать. В общем, про эту наденочку я вам расскажу еще подробнее, наверное, в следующем каталоге. Когда я ее протестирую, посмотрю, как работает, чтобы полностью вам сказать, зашел мне этот продукт или не зашел. В первом впечатлении интересное. Стоит брать? Наверное, стоит. Вот здесь вот рекомендуется, что удобно использовать в поездочках. Ну да, ну да, но опять же таки в поездочках. Как в поездочках? Вот матирующие салфетки, вот такой вид, да, или вот такой объем. Наверное, все-таки матирующие салфетки. Попробую использовать еще в поездках. Как именно бьюти-блендер для тональной основы. Короче, будешь использовать. Я не буду вам рассказывать, зачем мне 6 гелей для душа. Это не для меня. Но они очень продаваемые. Так же, как я не буду показывать мыло. 99 рублей гель для душа. Но мое самое-самое любимое мыло, если это для меня, это жидкое мыло Essence. Безумно-безумно люблю. И это не такой какой-то химический запах, а классный, вкусный, нежный. Ручки ухоженные мне. Мне очень-очень нравятся. Дороговато, стоит недешево, но это мой фаворит на века. Гель для интима. Об этом средстве реально уже ходят целые легенды. Когда только появился этот гель для душа, помню, ходила даже байка, как его брали реально коробками. Почему? Потому что его использовали в хозяйстве. И коровам мыли вымя, потому что молоко было более ароматное. И вот этот вот PH уровень, да, заживали у них сосочки. Мужчины использовали как гель для душа, как шампунь для волос. В общем, вот такое вот средство, которое вот все про все. Уже много лет закончился гель для интима заканчивается. Я куплю такого цвета, такого цвета, такого цвета. И даже не думала, что оказывается наши гели для интима, они все разные. То есть, есть у нас защитный гель, есть успокаивающий. Я взяла освежающий гель, потому что здесь был аромат. Мне он понравился, такой вот легенький, вкусный. Также у нас есть смягчающий лосьон, смягчающий гель для интима. И у нас есть гель интима, новинка для подростков. То есть, получается, что у нас 5 гелей для интима. На все случаи жизни, на выбор. Ну, в общем, будем пробовать. И последняя страничка у нас «Крема для рук». Большое вам спасибо. И помните, что я вам говорила? Пишите комментарии, пишите о тех продуктах, которые вам нравятся, которые вы любите, которые вы заказываете для того, чтобы помочь нашим партнерам определиться с выбором, понять, что работает, что не работает. Потому что я не люблю рассказывать о тех продуктах, которые мне не нравятся. Я также говорю, что да, это нравится, это не нравится. Вот это не зашло, это вот так. Потому что я за честные отзывы, для того, чтобы вы получили максимальный эффект и говорили, что Арифлейм, да, это просто офигительная косметика. Все, всех люблю, целую, до скорых встреч, пока!